Разберёмся с геологичным законом союзности. Когда вы уже посчитали G1 в квадрате, почти учили. То есть вот эта вот длинная выкладка, она нужна для того, чтобы понять, да, чем равняется G1 в квадрате. Её можно по-разному проводить, может быть, это был не самый быстрый способ, даже пошёл. Но, но, сделайте. Сделайте. Сейчас мне требуется, чтобы вы по-настоящему вспомнили вот эту формулу, которая уже была. А плюс B в степени B, это А в степени B плюс О, B в степени B. Я её сегодня, в начале занятия, напоминал. Было? Было. И мы получим квадратичный закон взаимности почти мгновенно. Если возведём эту степень в гауссовую сумму. Теперь нужно воспользоваться вот этой вот формулой, которая внизу здесь написана. G, К, Д – это есть КПП умножить на А, Ж1. В данном случае, ведь что это такое? Это же гауссовая сумма с номером 0. Боюсь, что не все ещё привыкли к этому. Поэтому давайте я быстренько объясню, что нельзя будет в чём здесь делать. Дело же, почему это так? В смысле, почему вот эта штука? Это есть КПП умножить на Ж1. Господа, это очень просто. Очень просто. Когда у нас есть вот эта сумма, взятая от 0 до b-1, а по b, да, сито в степени ау, то вполне можно сделать так. Написать здесь не а, а ау квадрат. Дело в том, что ку не делится на b, и поэтому символу лежатая ку квадрата по b – единица. Вообще символу лежатая ку квадрата по простому, что это единица. После этого вместо ау я могу ввести новую ку б, потому что ку займёт просто. Значит, будет сумма ку б от 0 до b-1, а здесь будет написано просто. b у по п, дзито в степени b. Ну, а теперь, наверное, вы понимаете, надо просто вынести символ ку по п и получите в точность. Смотрите направо, смотрите налево. Давайте я это перешу. g1 в степени b сравнимо с символом ку по п g1 по модулю. Теперь всё, что требуется, это вспомнить, что ку – нечётное число. И поэтому это можно написать как g1 умножить на g1 в квадрате в степени ку – 1 пополам. Ну, а g1 в квадрате – это вот что такое. Вспоминайте, g1 в квадрате – это то ли п, то ли минус п. Ну, замечай, так и пишем. Значит, это есть g1 в квадрате, мы считали, это есть p умножить на символ минус 1 по p, и всё это в степени ку – 1 пополам. Итак, идёт вот вычисление, извините, это получилось, но, надеюсь, понятно. Значит, g1 в квадрате сравнимо с символом ку по p умножить на g1. После этого возьмём в кутую степень. Это g1 умножить на g1 в квадрате в степени ку – 1 пополам. Вспоминаем, что такое g1 в квадрате, а где-то мы всё это считаем. И теперь соображаем, что здесь у нас получилось выражение то же самое, g1. Дальше получилось p в степени ку – 1 пополам. А это хорошо, это на самом деле по форму Лейвера будет символ кубок. И умножить на минус 1, минус 1 по p, это та формула написана была, это p в минус 1 в степени ку – 1 пополам. Это тоже по форму Лейверу. Первая дополнительная ситуация зависит. В степени ку – 1 пополам. Итак, что это такое? g1, символ b по ку, вот этот символ, а это есть минус 1 в степени ку – 1 пополам. Ребята, пожалуйста, посмотрите и поймите, что вообще-то всё сделано. Если кому-то неприятно, что здесь слева и справа какое-то непонятное число g1, вы там можете вы обеспечить часть неравенства ещё на g1 и после этого получите там какое-то число и на него поделите. В общем, всё это не важно. Важно, что с одной стороны получился символ кубок, а с другой стороны g1, а с другой стороны g1, умноженный на минус 1, в той самой степени, в которой я решал. «Я действительно доказал, как вы хотите, как вы хотите, как вы хотите, как вы хотите. Вот это, между прочим, гаусс делал». В общем, это потрясающе, как много гаусс делал, придумал гауссу сумму. Казалось бы, человек там придумал, казалось бы, должно было пройти много лет, пока там привыкнуть, что-то такое. Вот, нет, всё это, более-менее сразу он понял, все эти вычисления провёл, там, подождите, так он заявил здесь доказал, и саму геевичу гауссу сумму нашёл и так далее. Правда, он на 4 года её искал, вообще-то, параллельно с этим ещё очень много всего делал. В общем, вот такая история.